ТОП ДЕСЯТИ СХЕМ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ ЧАСТЬ 2 Итак, первая схема – автоматические уличные фонары. Основная функция данного устройства заключается в следующем. Когда наступает на улице ночь, или отсутствует световой поток на фоторезистор, и тогда схема начинает давать питание на маломощную нагрузку. В данном случае я вам показываю, как загорается и тухнет светодиод. Конечно же, выходную мощность можно усилить, добавив в схему электромагнитное реле, как показано на видео. Вот, демонстрирую работы более мощной нагрузки с помощью данного устройства. А вот сама схема данного устройства. Этим реостатом мы регулируем чувствительность, при котором будет загораться светодиод. Затем вместо реостата ставим постоянный резистор. Ну а схема номер 2 – преобразователь с 12 вольт до 220 вольт. Основная функция данного устройства заключается в следующем. Повысить с 12 вольт постоянного тока в 220 вольт переменного тока. Как видим, на входе у нас 11 вольт, а на выходе 227 вольт. Ток холостого хода 170 миллиампер. Ну и конечно же предоставляю вам схему данного устройства. Номер 3 и номер 4 – модуль пауэрбанка. Данное устройство состоит из двух частей. Модуль зарядки для аккумуляторов 18650-х и модуль защиты от переразряда аккумуляторов 18650-х. Кто не знает, это аккумуляторы на 3,7 вольта. Таким образом я сделал самодельный пауэрбанк с самодельной платой защиты и палатой разряда аккумуляторов 18650-х. Как видим, планшет заряжается. Вид пауэрбанка изнутри. Демонстрирую работу пауэрбанка. Демонстрирую работу пауэрбанка защиты зарядки. Как видим, когда на аккумуляторах напряжение достигло 4 вольт, защита сработала и отключила питание на сам аккумулятор. Вид пауэрбанка, который я сделал в прошлом видео. Пропользовался я им уже 2-3 недели и на удивление он работает исправно. Схема зарядки. Как видим, тут есть потенциометр на 10 кОм. И мы настраиваем напряжение, до которого будет заряжаться аккумулятор. Но затем заменяем его на постоянные резисторы. В параллельной реле советую подключить конденсатор. Схема защиты от первой разряда для 18650-х аккумуляторов. Схема, честно говоря, не очень. Лучше использовать вот эту схему от Алекса Гайвера. Она и надежна, и расход у нее меньше. Номер 5. Индикатор заряда батареи. На таре 7 вольта, 7,4, 12 и так далее. Эта схема, грубо говоря, вольтметр. Эта схема может показывать уровень заряда батареи. Подключаем питание. Как видим, у меня сейчас на входе 5 вольт. И с постепенным повышением напряжения на входе, светодиоды начинают постепенно загораться. Как видим, загорелся первый синий. Затем желтый. Ну и самый последний загорается красный. Как видим, он загорелся на отметке где-то 14 вольт. Думаю, что эта штука будет полезна для автомобильных аккумуляторов. Ну а теперь я начал понижать напряжение на входе. И как видим, светодиоды постепенно одним за одним тухнут. То есть, схема полностью рабочая, и можно пользоваться. Вот самая схема. В эту схему можно ставить любое количество светодиодов. На каком уровне будут загораться светодиоды, зависит от этих вот стабилитронов. Резисторы я поставил везде одинаковые. По одному килоому. Схема Акакасьяна. Номер 6. КВ-приемник. Основная функция этого устройства заключается в следующем. Принимать коротковолновые волны. Как видим, конструкция состоит из трех частей. Сама схема, антенна и наушники. Ну а сейчас я вам покажу, как эта схема работает. Попрошу вас сделать звук погромче. Ну и конечно же, сама схема. Эта схема может питаться как от 1,2 вольта, так и от 3,7 вольт. Схема была взята на канале Panzer10TV. Под номером 7 у нас лабораторный блок питания. У меня он сделан на картоне, но вы не удивляетесь. Сейчас я вам покажу, как это всё работает. Лабораторный блок питания отличается от обычного блока питания тем, что он имеет стабилизацию выходного напряжения, регулировку выходного тока и регулировку напряжения. Как видим, сейчас я менял выходной вольтаж. Схема Акакасьяна. Под номером 8 у нас схема задержки включения питания. Схема выполняет вот такую вот роль. Когда вы подаёте питание на схему, сначала загорается белый индикаторный светодиод. Ну а затем, через какое-то время, загорается синий светодиод. Что обозначает, что на выход питание подано. То есть, смотрите. Нажимаю кнопку и загорается же сразу белый светодиод. А затем, постепенно синий. Также, эта схема ограничивает выходной ток. Вот, сейчас я нажму на кнопку и вы будете видеть, как постепенно поднимается выходное напряжение. Ну а сейчас мы подключим какую-то нагрузку на выход. В моём случае, это двигатель постоянного тока. Как видим, когда мы нажали на кнопку, проходит несколько секунд. И затем запускается сам двигатель. Выходная мощность ограничена самим транзистором. Предоставляю вам схему. Когда мы подаём питание, то есть, зажимаем этот ключ, у нас начинает заряжаться этот конденсатор. И когда этот конденсатор заряжается до 9 вольт, начинает открываться этот транзистор. Выходную мощность можно усилить дополнительным транзистором или уменьшить номинал резистора R1. Вместо транзистора КТ-85 можно поставить другой маломощный транзистор. Ну а под номером 9 у нас Качер Бровина. Про это устройство я уже видео снимал. Ссылка на него будет в описании. Как видим, он нам даёт возможность без проводов передавать электричество. Вот так вот эта конструкция выглядит вблизи. Про большую часть самоделок я уже снимал в видео. Все ссылки в описании. Итак, подключаем питание и можем наблюдать то, что у нас на кончике началась образовываться высоковольтная высокочастотная дуга. Ну а дальше идёт тест данного устройства. А вот самая схема данного устройства. На этой катушке обозначено, что нужно делать как минимум 60 витков. Но ребят, 60 витков это очень мало. Нужно сделать хотя бы 300 витков, как это сделал я. Ну и последний номер FM передатчик. Этот передатчик низковольтный и может нормально работать от напряжения 1,2 вольта. В схеме стоят высокочастотные маломощные транзисторы S9018. При напряжении 1,5 вольта на входе потребление составляет около 3,5 мА на входе. Итак, ребят, подключим на вход 3,7 вольта и найдём рабочую частоту. 1,1,1. Если у вас не удалось найти частоту, на которой работает радиожучок, то нужно поменять ёмкость конденсатора или поменять индуктивность катушки. Для этого её нужно сдвигать и раздвигать, как показано на видео. Так мы меняем индуктивность катушки. 1,2,3. Вот схема данного устройства. Про многие эти самоделки, которые были предоставлены в этом видео, я особо подробно не рассказывал, но снимал про них отдельное видео. И поэтому, если вам нужна какая-то информация по поводу какой-нибудь схемы, то все ссылки в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова